Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Я Валерия Мисник, нейрокинезиолог, спортивный кинезиолог, нейротерапевт, звукотерапевт. И я очень благодарна вам за то, что был такой предпраздничный день в наше время. И для того, чтобы получить какую-то информацию, и выразили мне такое доверие. И на самом деле предпраздничный день – это суета, и женщинам, и мужчинам есть чем заняться. И для меня это бы не праздник. Еще я благодарна Евгению за организацию, потому что ему нужны эти знания для работы. Он посмотрел и увидел некую свою пользу. И я так думаю, что с этого мероприятия начнется какое-то движение в направлении оздоровления спорта. Потому что люди зачастую растрачивают ресурсы еще до того, как они их разорьют. И это касается и детей, и взрослых. И сейчас я вам буду показывать какие-то элементарные приемы. Задача продемонстрировать вам, как мы можем легко и просто изменить силу мышц, изменить, произвести какие-то процессы по улучшению координации движения, силы движения, растяжки и так далее. И я буду проводить микробалансы. То есть те балансы, которые… Баланс – это исправление. Задача буду проводить я, они будут заниматься от 30 до 90 секунд максимум. Для того, чтобы так делать, нужно очень много лет учиться. А вас я буду обучать примерно тому же самому, но это будет исправление занимать примерно 10 минут, 15 минут, иногда там 2-3 минуты, но это тоже не 30 секунд. Потому что все освоение каких-то новых знаний, оно происходит пошагово, и как бы я ни старалась, я не смогу вас обучить сразу, делать с такой же скоростью, с которой делаю я. Но тем не менее, те, кому это будет интересно, если не потратить силы и время, они смогут делать это с таким же мастерством, интенсивностью, и я с удовольствием этому обучаю. Итак, сейчас я вам хочу продемонстрировать очень простой прием, который необходимо знать каждому человеку. Не обязательно спортсмен, домохозяйка, руководитель, преподаватель. То есть вы занимаетесь чем? Ну, акробатикой, скажем так. То есть вы занимаетесь чем? Я сейчас протестирую те же самые мышцы. Вот широчайшую мышцу спины. Прижимаете рученьку к себе и дышите. И я тестирую эту мышцу. Видно? Вы же оказывали, вы уже поняли задание. Но, то есть с группой мышц у Леры я бы не справилась. Но я опрашиваю их по одному. Вот точно так же, как я сейчас спрошу. А что именно вы поняли? И тогда я получаю точный ответ, в каком состоянии именно эта система. Сейчас я протестирую, ну, предположим, ту же самую зубчатую. Удерживаем. И вы держите, а я давлю вниз. Я опрашиваю конкретную мышцу. И она дает слабый результат. Ну, это факт? Да. Хорошо. Дельтовидную мышцу, вот здесь вот она находится, средняя порция. Удерживаем ручку. Та же письма. Ее правая, ее левая, правая, моя левая. Я сейчас произведу ту же самую процедуру. И вы мне сейчас ответьте. Начинать тренировки нужно вот от такого состояния, или от того, что я вот, допустим, починила Владимиру. Вот с чего нужно начинать тренировки? Мы сейчас будем производить ремонт, а вы подумайте. Или любую другую терапию, там, допустим, массаж, там, какие-то мануальные практики. Вот как вы думаете, каждому специалисту виднее, конечно. Но с чего нужно начинать? Вот эта процедура заняла у меня 30 секунд. Я, видно, расстанавливаю. Я тестирую для того, чтобы показать вам, потому что иначе вы мне не поверите. Куда-то поставили пальцы, стучат человека, бедного по башке. Зачем? Вот для этого я вам показываю тест мышечный. Только для этого. Можно, вот когда я вас буду обучать, это все будет занимать у вас, ну, сколько-то времени для того, чтобы вычислить эту точку. Так, прижимаете ученку себе. Прижимаете? А я тяну на себя. То есть вам видно, что я тяну тяну? У меня есть претензии к вашей мышце. Но сила другая. Держим. И почему-то улыбается еще. Вы посмотрите, и вниз, чем ты лица. Когда вы будете рассматривать это на видео, оно стало мягче и расслабленнее. Несмотря на то, что, в общем-то, физическая нагрузка, она здесь присутствует, зубчатая. Вы держите, а я ее давлю в герб. То есть у меня есть претензия к широчайшей мышце спины. Но не в этом суть. Она чуть слабее, чем дельтовидную. Ну, здесь вообще хорошо. То есть я считаю, что каждый человек, вообще каждый, ребенок, взрослый, родитель, домохозяйка, там важно кто, тренер тем более, человек, который занимается какими-то практиками, ему было бы здорово проводить это до того, как начинаются какие-то нагрузки. Потому что любые 50, образно, килограмм веса ментального, физического, эмоционального, любого. Человек тогда будет эффективнее, быстрее, с большим удовольствием и, главное, с большей пользой для себя преодолевать. И сейчас мы приходим к тому упражнению. Я сейчас с вами продолжу. Как-то все понятнее. Вот смотрите, вам сейчас нужно сохранять устойчивость. Тест, я проверяю устойчивость сейчас, способность сохранять вертикаль, не уклоняться. А на носочках, когда мы напрягаем мышцы, потом я буду что-то производить и отслеживать эти изменения. Итак, вы стоите ровно, а я вас буду пытаться сбить, ну, вы стараетесь устойчиво стоять. Понятно, да? Задача. Стоять устойчиво. А я буду эту устойчивость нарушать. То есть я ее нарушаю моментально. Видно, нет. То есть нету устойчивости, но... Укоренись. Попытаюсь. Нет, смотрите, у вас же есть там, типа я заземлился, я там, ну вот, есть же что-то? У меня легко сбить с ног, у меня там, ваше, ваше себя низкая устойчивость. А, ну вот я сейчас все вас подчиню, и все будет. То есть мы посмотрели, что устойчивость очень небольшая, способность сохранять вот какое-то стабильное состояние и сопротивляться внешнему воздействию. Ну, а я сейчас перетестирую, допустим, мышцу прижимаете. Прижимаете к себе. Мышцы сильные. Встаем на носочки. Встаем на носочки. То есть на носочках вообще нет никакой устойчивости. Видно, человек не может вообще на носочках какое-то время долго стоять, идет тремор. Но прикол в том, что все мышцы стали слабыми. Видно? Я тестирую, не, вот глупчатую ему вот так, тестируем. То есть те самые мышцы, которые только что были, встаем на носочки, они только что были сильными, они все сейчас слабые. Встаем на ножки. Сейчас я буду проводить некий баланс. Я на самом деле тестирую. Я произвожу тест. Только он не такой очевидный. Мне не нужно человека вот с такой интенсивностью дергать за руки для того, чтобы показать телу, где происходят какие-то дисбалансы. Где энергия, видите? У человека, на нем какое-то количество точек, и каждая точка внутри тела, она соединена практически с каждым, и она отапливает. То есть каждая клеточка нашего тела должна получить не только биохимическое питание, но и энергетическое. Так вот сейчас я чину доступ питания к мышцам, которые участвуют в процессе ходьбы. я тестирую точки, в которых нарушен ход энергии. Когда ко мне приходят люди на терапию, вот такого рода процедур я произвожу невероятное количество. То есть я тестирую очень многие параметры человека, эмоциональные, биохимические и так далее. И провожу через точечки, которые я обнаружила в дисбалансе, я провожу, вот я складываю определенный номер на пальчики, что-то определяю. Ну не знаю, сколько это заняло по времени, но сейчас будем проверять, что получилось. Ну вот, по минуту где-то. Хорошо. То есть она падала перед этим совсем. Я не говорю, что можно было, что это как бы полностью фиксирует процесс. Но сейчас я прошу человека встать на носочки. Смотим на ту часть. И стянем ту самую листку. То есть сейчас вы видите, что сила сохраняется, несмотря на то, что... Держим. И сюда, я просто боюсь ее с носков уронить, но остановитесь, присаживайтесь. А, сейчас, подождите. Вы почувствовали, что когда сейчас я тестировала ваши руки, вы стояли на кусочках, и мышцы не потеряя свои силы. Ну так я, конечно, почувствовала, я же не могу сказать, как вы давили. Я еще проверила на себе. А сколько у вас таких методик? В прошлый раз просто вот удерживая флейта и чакру... У меня методик миллион. Сейчас пока присядьте. Я проводила диагностику каналов человеческого тела, которые участвуют в отоплении, то есть в энергоинспечении тех мышц, которые приходят в напряжение, когда человек встает на носочке. Но без вот этого движения, подъема и участия этих мышц, которые меня не будут пугать в населении, там есть конкретные мышцы, просто когда перечисляешь большое количество мышц, людей распаят внимание. Я сняла с них стресс, который мог накапливаться годами. И таким образом и тренировочный процесс, и вообще процесс прогулки, бега с удовольствием, то есть для здоровья или для достижения каких-то результатов будет проходить в совершенно другом качестве. Согласны? Все согласны? Фантастика. Ну давайте тогда двинемся дальше. И я вас научу делать вот примерно то же самое, но на это у вас будет уходить минут 15. А я на это потратила меньше времени. Но на самом деле нужно несколько вот таких балансов, и вы тоже будете это делать не один раз, потому что миллиарды связей, которые нужно шаг за шагом, может чинить. Кто пусть следующий? Давайте. Так, ну мы начнем с того же самого. Ручинку к себе, локоток ровненький, прижимаем ручинку. Лера, вам видно, что вы... Вот посмотрите на... Что напряжено? Видно же, насколько напряжено лицо, шея, прижимаете ручинку к себе. Смотрите на меня, на мое лицо. Вот видно, что я не сильно напрягаюсь. Я не сильно напрягаюсь. А держим вот так, как дедушка Ленина. Зубчатую мышцу вот так. Вот, держим, а я давлю ее вниз. Опа! И дельтовидную. На самом деле, если именно эти мышцы, потому что их удобно тестировать, они не кушетки. И рычаг большой. Кто хочет быть волшебником? Кто? Давайте Лера будет волшебником. Она не верит ни во что. Мы сейчас выставим на нужные точки, и население будет в пятку кукурища. В данном случае мы ориентируемся по куку. В другое время мы будем вернуться. Вперед. Что делать? Вот сюда. Хорошо, когда есть помощники, можно отдохнуть. Скажете, когда все? Я? Все. Все. Вот это все видно. На самом деле, когда у вас какое-то время будет заточен глаз, вот это все будет моментально видно. Проверяем. Прижимаем. Прижимаем. Я тяну. Лера видно. Но у меня есть претензии к широчайшей мышце спины. То есть это на порядок сильнее, но претензий у меня к ней есть. Тогда мы уже можем находить какие-то нюансы, но это уже имеет отношение к терапии как таковой. Смотрим, да и то видно. Можно повиснуть. Ну, можно. Можно. Держите. То есть я могу на нем повиснуть, хотя я одной рукой ее подняла, обустала. Смотрим зубчатую. Держим. Вверх. Ну, и в зубчатой у меня есть истензии. Но я довела сильнее. Было видно, что сильнее. Я запыхалась. Итак, то есть на носочках мы смотрели, это нам неинтересно. Нам нужен процесс движения, который включает прощение. Вальц. Я люблю тонко. Давайте. Что хотите. Какое нужно движение? Рощение? Смотрите, подождите. Вот для танцоров, равно как и, насколько я понимаю, для единоборств, для, ну, допустим, бокса, для каких-то других, для восточных, для любых, очень важно быть в динамике и совершать вращение, и при этом, после этого вращения, не терять свою силу. Согласны? Давайте. Окей. Достаточно или еще? Ну, как-то вы это, это все? Нужно выжить себе? Вы сделаете либо в спорте реальное движение, потому что на самом деле мы же не балуемся, мы смотрим, как это может реально помочь в спорте. Вот если это спортивное движение, вот мне Евгений показывал, это было очень круто, я сейчас могу поменять и посмотреть. я сохранила состояние, я тестировала все с этой стороны. Я сохраняю, то есть в энезиологии есть прием, когда мы сохраняем именно эту информацию и можем починить ту информацию, которая была. Хорошо, смотрим. Ну, только что было. Сильно, да, мы сбалансировали, но была нагрузка на вращение. И это на самом деле, нагрузка-то была очень маленькая. Ну, как бы, вот Евгений мне показывал, меня прямо такое-то впечатлило это вращение. А в данном случае вращение-то было очень незначительным, но уже это вывело организм из состояния стабильности. Согласны? То есть я вам тоже буду показывать упражнение, которое будет занимать время. А сейчас мы в процессе демонстрации, и я хочу сделать все максимально быстро. Максимально быстро. Я думаю, что с вращением мы повторим эту тему, может быть, Женей, или с тем, кто в состоянии сделать это более эффектно. Иногда, вот сейчас я беру точки, но я жду то время, пока перенастроится внутренняя энергия. То есть там происходит совершенно замечательный процесс. Когда у меня люди начинают учиться, и они чувствуют вот это вот состояние, это просто захватывает. У нас в программе было что? устойчивость, вращение, то еще? Сохранение силы после вращения. Да. Ну вот именно это. Сохранение силы после вращения. Я делала баланс после вращения. А, захват у нас еще. Я делала баланс после вращения. Мне интересно, сохранился ли он. Прошла неделя, по-моему, или две. Мне просто интересно, насколько этот результат устойчивый. потому что я делала вот тот баланс, которому я буду обучать. Я не делала вот такой тяжелый, глубокий. Но вот эти элементарные вещи вы можете повторять достаточно часто. А что, после вращения села теряется? А что нет, вы не видели этого? Так, ну давайте пробовать, что у нас получилось. Ты фиксируйте состояние через определенные точки. Прямо. Ну, у меня даже нет так ровный лоб, чтобы не включать конденсации. Видно, да? То есть вот то вращение, хотя, ну, это не самое большое вращение, которое происходит, не знаю, в спорте, в танцах. Там иногда большое количество движений, после которых человек приходит в такое немножко разбалансированное состояние. Так. Ну, смотрим на что? Хотя, перед этим я смотрела, по-моему, с другой стороны. Но я могу и с другой стороны перетестировать. Ну, результат тут же. Просто мне еще несколько человек тестировать. Спасибо. И достаточно. Так, Лена, а вы чем занимаетесь? Каким видом спорта? Ну, сейчас, как бы, вынужденный перерыв, вообще гребля, это то, чем я занимаюсь. Ну, и работаю я как фитнес-инструктор в сеноскобе по разным направлениям. Знаете, фитнес-инсционал? План, может быть, будут интересны растяжки, хотя они у нас не стояли. Ну, с учетом того, что я рулю драконом, мне интересны балансы. Вот, если дракон еще и захват. Все, что я показывала, я буду делать. Ну, то есть, я, получается, стою сзади, у меня вливаются руки руль, и плюс волна, ну, волна, плюс самолотка, то есть баланс, мне интересен баланс. То есть баланс. Однозначно. мне и Расташка интересна, мне вообще все интересна. Так, но все-таки я хочу, чтобы мы посмотрели более интенсивную какую-то динамику по перемещениям тела. То есть, это ты мне показывал вращение, там, то-сё. Кто-то может, допустим, Наташа может это показать, там, Полина может показать, или ты можешь показать, вот что, кто мне может сделать вот то, что ты мне показывал. Я хочу это увидеть. Полин, это нравится. Полин, давай. Мне это нравится. Только я сначала протестировала в балансе или в принципе человек, ладно? Угу, мучку. Держим. Угу. Держим. Молодец, между прочим. Да? Супер. Так, снимай танки и сделай что-то. Ты поняла задачу, да? Знаешь? Ну, тоже там танкан. Да. Ну, как-нибудь ещё несколько раз можно сделать. Женя, покажи, что ты делал, пожалуйста. Ну, что же это такое? Ну, что же это такое, да? Мужица, динься. Те же самые мышцы у того же самого человека. Видно, да? Нагрузки-то не было, извините, но это же не нагрузка. Ну, это что? Это три поворота туда-сюда. Три шага в одну сторону, три шага в другую. Все мышцы слабые. Это вообще что? Что это? Нет, вы просто, как бы, вы же не опрашиваете, что происходит. Человек начинает заниматься дальше, накапливается усталость, тогда, когда её, в принципе, ещё не должно быть. Снижается внимание, снижается результативность, а в то время, как если проводить это в нормальном состоянии, этого не будет происходить. Жизнь прекрасна. Я просто точку конкретно взяла. Когда люди приходят ко мне на баланс, каждая точка, вот всё, что я держу, содержит в себе информацию. И информация несёт эмоциональный класс, который я здесь не озвучиваю. У меня не было на это запроса. Но в таком случае человек получает дополнительную информацию, почему это происходит. то есть любое движение это тоже время метафора каких-то жизненных взаимодействий. И в таком случае могут решаться многие какие-то жизненные коллезии, процессы самореализации происходить более мощно. Движение, это, как правило, всегда спорт, это нитие отношения, это взаимодействие с партнером, в каком результате и качестве это происходит. Давай. Что? То же самое. Разум приятнее, как на сцепке. Я проверяю. Это было примерно столько же по времени. Мне интересно, то есть через какое-то время все равно накапливается усталость в вестибулярную параду. Правильно? Через какое время мне было бы интересно прижимать фрунску к себе, мне было бы интересно взаимодействовать с тренерами. Мышца вернула свою силу. Вернула? Угу. Ну все? Все вернулось? Да. Да, спасибо тебе большое. У меня за что доверие. Ну, человек выходит, с ним делают непонятные вещи, то мышцы сильные, то мышцы слабые. И не каждый же человек решится на такое приключение. Мне было бы интересно, чтобы тренеры умели тестировать и могли определять, через какое время заканчивается вот этот запас прочности. С каким режимом, с какой регулярностью это нужно обновлять. И во многих странах вообще спортивная кинезиология, нейрокинезиология, прикладная физиология, которой занималась, это очень распространенное и очень уважаемое направление. Это, к сожалению, пока в России знают только медицинскую кинезиологию, прикладную, потому что они первыми начали этим заниматься. Но для того, чтобы заниматься, то есть существует три направления кинезиологии, которым могут заниматься только медики. А всего их более трех тысяч. И в них могут заниматься люди, которые... Есть образовательная кинезиология, которая предназначена для кого? Для преподавателей, для логопедов и так далее. Есть спортивная кинезиология, она вообще для спортсменов непосредственно. И другие направления кинезиологии, которые в принципе не требуют медицинского образования, тем более, что в мединститутах не проходит в должном качестве и существует некое противодействие той системе меридианов, на которых основана кинезиология. Так, ну что, мы хотели еще с захватами поиграться. Так это научно-исследователь? Да. А мы сейчас что делаем? Мы не следуем это? Нет, это должно задокументировано. Да, достаточно. Давайте напишем сейчас документ. Вот это видео, это не документ? Ну ладно, внука это такая тема, можно сказать. Это такая тема, в которой люди могут заказать с двух сторон один и тот же проект и иметь противоположный результат. Исследуя одно и то же. Поэтому давайте не заниматься пустой тратой времени, у меня на это времени нет. Нет, хотел вопрос тоже, что все красиво. Есть исследование. Давайте сейчас мы посмотрим захваты, кто кого будет захватывать. В руке, Клина, может у вас бешло? Руки не было, мы с вами сейчас попробуем. Нет, смотрите, вот захваты, мы с Клииной потом будем демонстрировать, когда я буду обучать. И тех, кого я не брала, я буду демонстрировать, когда я буду обучать. Мне сейчас важно показать, что в тех видах, допустим, единоборствах, где важны вот такие вот хваты, что происходит и сколько стресса накапливается при вот таких процедурах. Кого брать, не тяните резину, друзья. Ну, кого хватает? Ну, давай-ка сразу попробуем. Наталья, ну, давайте, ну, я. У вас, может быть, не столько накоплено стресса именно от того, что вас ухватили, потому что, кроме всего, в мышцах накапливается, негатив нету, а у них есть, потому что часто это больно и часто это сопровождается какими-то дополнительными травмами. И вот именно эту память нам необходимо потихонечку, помаленечку вывести. То есть мы сейчас будем тестировать, предположим, Евгения, а вы будете хватать его за руки. Подождите. Вот вы очень хорошо схватили. Конкретно. Нам же нужно определить, в каком он состоянии. А вдруг у него изначально мышцы слабые. Да? Только, ну-ка, держим. Прижимаем лодочку. Держит. Здорово. СМС вообще работает. Так. Держим. Я буду низким. Железный бетон. И третью мышцу. Я еще раз говорю, что мне просто это удобно. Это показательно. Мне удобно тестировать эти мышцы. Вообще, мы тестировали очень много мышц. Хорошо. Хватайте его. Ха-ха-ха. Ну, можно за вторую руку схватить, можно куда-то крутануть его. Вы же что-то делаете на 3-я руку. Вот так много что делаете. Нет, если я хватаю, он делает. Он сейчас не будет делать. Он сейчас будет... Мне просто... Не схватим. Его нужно... Хорошо. Его нужно схватить, куда-нибудь там, потянуть, по форму делать. Или вот в эту сторону. Вот так. Вот сюда. Хорошо. Чудесно. Нужно было мне попробовать. А я сейчас возьму кого-нибудь. Так. И теперь мы проверяем, что происходит. Ой-ой-ой. Ну-ка, держим. Держим. Упираемся со всех сил, товарищ тренер. Ой, что ж такое. Да. Держим. Так. Компенсируем. Да, берем ровненько. Ну, не держим. Видно, да? Не держим. Звучит. Держим. Та же песня. Та же песня. Кричит слуха. Стыдно. Стыдно. Причем не стыдно. Нет. Нет. В результате-то, что человек будет уметь с этим справляться и учиться, это вообще не стыдно. Это вообще героизм признать, что ты чего-то не знаешь и стремиться и стремиться к знаниям. как я обожаю этот процесс. И на самом деле там происходит движение внутри тела, перезагружаются некие системы, там происходит нечто. И это волшебство. Потому что наше тело, оно помнит травмы не только нашей жизни и нашего детства. Оно тянет наследственные проблемы. Мы в нашей жизни столько не укрепили, сколько наши родители и прородители пережили напряжение физического, биохимического, эмоционального плана. Но наше тело, оно несет от напряжения. Поэтому дети такие слабые, поэтому они болеют часто, поэтому у них плохая успеваемость и поэтому такие проблемы со взаимодействием людей. Когда мы стираем эту память по травмам, то у человека на автомате улучшается очень много. Открывается второе дыхание? Да. Даже 22. Мы сейчас будем проверять, потайки его посильнее. Ого, вот это я понимаю. Ну, еще, наверное. Ну, еще давайте, похватайте. Ну, поделаем. Вот это уже, да. Вот это уже о чем? То есть мы сейчас смотрим, включилось ли тот бессознательный страх получить ту боль, которую он мог получать когда-то давно. То есть мы воздействуем на конкретную мышечную систему. Это сейчас он сильным. Когда он начинал тренироваться, то были травмы, они сейчас есть. Смотрим. А мы никуда ничего не забираем. Ну, в общем-то, нормально. Звучит его смотрим. Держим. Ну, теперь я краснею отболтую. Но, тем не менее, то есть мы восстановили. Вопросы у вас есть, друзья? У меня есть вопрос. Вы сказали, что в начале этого семинара вы сказали, что когда мы не чувствуем напряжение перед болью, это приводит травму. А вы только что сказали, что мы как бы обретаем сознательный страх получить чью-то боль. Я не могу от этого понять. Мы не обретаем сознательный страх. Бессознательный страх получить боль включает стресс. То есть, если человек когда-то получал травму, то есть, есть пословица, обжившись на молоде, дуем на воду, то человек будет остерегаться и бессознательно испытывать страх, а следовательно все ресурсы у него ослабевают. Либо взамен он как компенсацию может испытывать агрессию каким-то фактором, который напоминает какие-то давно забытые травмы и конфликты, даже если это происходило не в его жизни, даже если это происходило со вторым, третьим поколением, потому что на клеточной памяти мы реагируем на те или иные раздражители. Проводили эксперименты на крысах снимали энцефалограмму мозга, получали нулевой результат. Давали вишню, получали блаженство, удовольствие и так далее. Давали вишню, пускали ток по клетке, снимали энцефалограмму, потом были вспышки, страх, ужас, боли и так далее. Потом этих животных оставляли в покое, ничего с ними не делали, они давали одно потомство, которое забирали, и эти крысы на своем крысячьем языке ничего не могли своим детям рассказать о ужасе, который там происходил с вишней. Второе поколение крысяк, им давали вишню, никакого тока не было, снимали энцефалограмму, те же самые вспышки. Реакция на вкус и запах. И точно той же происходит у нас у людей, поэтому происходит, поэтому в каких-то взаимодействиях люди себя ведут неадекватно ситуации. То есть, реакция может быть сильнее, чем необходимо, либо слабее, и это касается и нежличностного общения, это касается и физических каких-то нагрузок, и биохимических. Аллергическая реакция это неадекватная реакция организма на раздражитель, который у других людей не вызывает никакого напряжения. Ответила? Помню. Еще.